ВСУ сорвали разминирование Донецкой фильтровальной станции. Украинские радикалы угрожают блокировать поставки угля из России. Сирийская армия полностью освободила Пальмиру. В пятницу утром вооруженные силы Украины сорвали совместное саперами ДНР разминирование Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщили в оперативном командовании республики. В 9.45 ВСУ открыли огонь по району ДФС. В этот момент в районе рынка Господарь вблизи станции ОБСЕ запустили беспилотник для оценки общей обстановки. В считанные минуты он был сбит украинской стороной. Инспекция на ДФС сорвана, а БСЕ только что покинули ее территорию. Несмотря на все договоренности, режим тишины со стороны ОБСУ не соблюдается, отметили в оперативном командовании. Также ведомстве подчеркнули, что это была спланированная акция украинских силовиков с целью не допустить нормализации ситуации вокруг станции. Украинские радикалы будут блокировать поставки угля из России, если они будут налажены. Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Самопомощь» один из организаторов так называемой блокады Донбасса Семен Семенченко. А теперь я скажу, что мы можем сделать, если уголь начнет идти из России. Мы точно так же, если будет на то решение штаба блокады и воля украинского народа, можем перекрыть все подвозы товаров с Российской Федерации. Восемь всего лишь железных дорог нас связывает основных переходов с Российской Федерации. Также стало известно, что организаторы так называемой блокады Донбасса перешли к блокированию автомобильных дорог. Радикалы рассказали, что у них уже есть четыре мобильных блока, но планируется увеличить их число. Примечательно, что в Киеве в действиях украинских националистов увидели руку Кремля. Глава администрации президента Украины Игорь Райнин считает, что торговая блокада Донбасса, организованная так называемыми ветеранами АТО, выгодна России. Он отметил, что блокады дестабилизируют ситуацию в стране, а этого, по его мнению, добивается Москва. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии сирийского города Пальмира правительственными войсками Сирийско-Арабской республики, которые с воздуха были поддержаны силами ВКС России. Сирийские военные уже приступили к осмотру исторической части города для последующего разминирования, а артиллерия уничтожает отряды боевиков исламского государства, покинувших населенный пункт. Ранее правительственным войскам Сирии удалось установить полный контроль над стратегическими высотами Джебель-Эт-Тар, господствующими над Пальмирой. По сообщениям с линии соприкосновения, террористы массово покидали свои позиции, зачастую почти без сопротивления. В результате правительственной армии удалось овладеть крепостью Эмира Фахредина на западе Пальмиры и некоторыми другими объектами. Отмечается, что боевики не успели уничтожить все памятники Древней Пальмиры перед тем, как покинуть город. Субтитры создавал DimaTorzok